В России 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 и нашёл её в СИЗО 6 в городе Москвы. Значит, на весь период её нахождения, на период проведения следственных мероприятий Главным следственным управлением Следственного комитета России нам были запрещены и звонки, и свидания. Единственным инструментом общения это было, значит, в СИН-письмо. На период её нахождения я носил ей продукты очень часто. Недавно мы с ней пообщались. Я ей сказал, что за весь период её нахождения там почти больше 700 килограммов своими руками ради любимого человека. Да, потому что я считаю, что её здоровье должно быть абсолютно идеально. Соответственно, она находилась с ноября 2021 года по 19 февраля текущего года. Свиданий не было. На все первые судебные заседания я неоднократно приносил документы через адвокатов, потому что мы планировали, что мы сможем её поменять меру пресечения под домашний арест. То есть я приехал в Москву, нашёл квартиру, как бы это ни было тяжело. Москва — большой город, очень много сложностей, который нужно преодолевать. Ну, я смог решить многие вопросы, но, к сожалению, судьи, которые принимали неоднократные решения о продлении, о продлении, о продлении, на наши доводы, к сожалению, возимели воздействие. В Москве я прожил с 2021 года по конец, по-моему, или под началом, там, 23-го, не помню. И в итоге, когда её отправили из Москвы, из СИЗО-6, в СИЗО-1 города Уфы, произошла тоже интересная ситуация, о чём она тоже недавно рассказала. О том, что её отправили не напрямую в Уфу, а через СИЗО-3 Челябинской области. Но даже там моя супруга, потрясающий, уникальный человек, смогла помочь советами и написать определённые письма для содержащихся там женщин из дружеских стран. Понимаете, моя супруга, такие бы ни были дежурные ситуации, такие бы ни были давления, она остаётся потрясающим, сильным человеком, помогает всем. Вот, завершение. Завершение. Закончу. Я отвечу на ваш заданный вопрос. Значит, на сегодняшний день, всё-таки, согласно статье 395 УПК, уходотайству родственников предоставляется свидание. Соответственно, 18 марта этого года я первый раз за полтора года свою жену смог увидеть в СИЗО-1 города Уфы. Разговор был коротким, часовым. Разговор идёт через стекло, через телефон. Ну, по крайней мере, я свою супругу смог увидеть. Да. А на сегодняшний день, да, действительно, у меня остаётся, опять-таки, только общение через электронные письма, звонки, которые были согласованы, и два свидания в месяц, согласно статье 170 ПВР. Но на одно свидание идёт её родители, а одно я. То есть я с мою супругу до приговора, наверное, смогу ещё пару раз увидеть. Это касательно непосредственно следственной изоляции. А в залах коридора суда хотя бы на пару секунд я всегда её смогу увидеть. А скажите, пожалуйста, Алмаз, вот это обвинение в экстремистской деятельности, та жестокость, с которой следствие обращалось с Лилией, поскольку не давали ни свиданий ей. И сейчас то, что вы нам рассказали, что её охраняет 10-12 сотрудников. Вот это отношение к ней, это чем вызвано? Это вызвано тем, что она сотрудничала с Навальным, что она имела отношение к его организациям. Или вызвано тем, что местная власть, башкирская власть, считает, что она представляет какую-то опасность, что она действительно такой потрясающий лидер в своей республике, что они опасались её влияния, как-то мстили ей за то, что она такой сильный лидер. Как вы считаете, почему к ней такое жестокое отношение? Скажу так, что у нас в республике очень много вопросов касательно персонали. Это не Москва, когда можно, допустим, немножко где-то дать слабину или дать разрешение и так далее. У нас здесь всегда решение касательно персонали. На сегодняшний день прошли многие заседания, хоть и предовор объявлен, но я чувствую, что и видя, как происходило её становление настоящим лидером, сколько бы ни было событий, обысков, арестов и так далее, вы знаете, если бы вы журналисты и политологи и многие люди, которые публикуют информацию, если бы завтра был выбор и были бы выставлены кандидаты на честных выборах, хочу отметить, за кого вы бы проголосовали? Поверьте мне, первое место заняла бы моя жена, потому что моя супруга обладает высочайшим образованием, прекрасным, разбирается в экономике, берёшь претензии и так далее в политических моментах. Соответственно, скорее всего, ваша третья часть касательно того, что местные чиновники, местные люди, которые надели властными полномочиями, испугались её, что она может их, ну, как это называется, она их уже победила, потому что вот всё, что сейчас происходит, с одной стороны, да, такой жесточайший приговор, который ей хотят предъявить, но могу сказать, что моя супруга на сегодняшний день победитель. Она их победила, доказав тем, что она выше и сильнее их, а её испугались, потому что она, ещё раз говорю, если бы завтра прошли честные прямые выборы, она бы их выиграла. Она на голову выше всех людей, которые на сегодняшний день представлены в органах власти. И поэтому, скорее всего, скорее всего, события, которые происходят с моей супругой, с нашей семьёй, в определённой части люди, которые здесь принимают решение, скорее всего, они испугались и сделали всё так, чтобы её запретить в тюрьме. Алмаз, скажите, вот с властью, да, с ней всё понятно, с чиновниками, а с людьми, которые окружали вашу семью и Лилию, в частности, с её окружением до случившегося, до ареста, произошли какие-то изменения? Вот кто-то испугался, кто-то отвернулся или наоборот какая-то больше поддержки пришло? Ну, как правило, бывает и так, и так, когда человек оказывается под арестом, какое-то окружение часть отворачивается, кто-то, наоборот, поддерживает больше. Вот как в этом плане произошло с друзьями, со знакомыми Лилии? Отвечу определённым физическим термином, а Зоя, так как вы в журналистике очень давно правильно поймёте, что законы физики определяются не только термодинамикой, но и законами сохранения массы энергии. Соответственно, если про меня, многие люди, которые со мной общались, ушли, но, слава богу, пусть будет так. Но в отношении моей жены десятки тысяч людей по всей планете узнали, а, о Лилии Чаноше, б, смогли понять, кто она такая, не побоюсь этого слова, восхититься и встать с ней рядом, хотя бы пока письменно и духовно рядом с ней. И у моей супруги, не побоюсь этого слова, друзей стало намного больше. Поэтому, если сейчас, может быть, в определённый момент мне было тяжело, что мои друзья, так называемые, или там товарищи, ушли, ну хорошо, зато рядом со мной есть прекрасная женщина, которой я люблю и восхищаюсь. Это прекрасно. Давайте вернёмся ещё и к такой момент, Зоя, что приводы слова из священного писания, по-моему, послания Давида. «И не убоюсь я зла, даже если я пойду в долину смертной тени, потому что рядом со мной ты меня успокаиваешь, потому что ты мой посох и жезл». Вот моя супруга для меня та твердыня, та основа, есть кроме любого завода, который даёт нашей семье идти вперёд. Поверьте мне. Вы так замечательно, Алмаз, говорите о Лилии, что мне очень хочется вам задать личный вопрос, просто вот из женского даже любопытства. Вы могли бы нам рассказать, как вы вообще с Лилией познакомились? Тогда попрошу вас чуть больше времени. Давайте. Давайте. Наше, скажем так, знакомство началось в далёком 2016 году. Немножко о печали. В марте 2016 года, к сожалению, я потерял отца. Я тогда работал в одной из крупнейших частных компаний, и нежелание отпускать любимого человека привело меня к болезни. Это, ну, скажем так, пневмония, и я лёг в одной из городских больниц клинических, по-моему, восьмой в Калининском районе города Уфе. И я там, значит, проходил лечение, это всё не проходит, не проходит, и приходит какой-то старый пожилой профессор. А там у нас, ну, в любой больнице, там студенты приходят, в интернаты и так далее, и так далее. И вот, пожалуйста, вот человек лежит там с большой температурой, не проходит. И когда профессор говорит, «Толмаз, давай поговорим, расскажи, что случилось. Не может быть так, чтобы твоё лечение, скажем так, ну, температура не падало». И я говорю, ну, вот так-то, так-то, так-то. А что это глобальное, ты можешь рассказать? И в итоге я сказал, что я потерял своего любимого отца. На что через некоторое время профессор говорит, «Толмаз, пока ты не отпустишь вот эту боль, болезнь от тебя не уйдёт». Так вот, находясь в этой больнице, я нарушил информацию, материалы, в котором была фотография и некое повествование о прекрасной девушке. Скажу так, что все, кто хотя бы хоть раз видел фотографию Юрия Ченыша, поверьте, наверное, все восхищаются. Так вот, я написал ей письмо, когда уже выздоровел, профессор был прав, что ситуацию нужно иногда отпускать и принять, что родители в определённый момент уходят, но их души всегда стоят рядом с нами. И вот сейчас я вернусь к этому моменту, немножко мы закрепим, я вот чуть-чуть расскажу. Так вот, на мои письма на некоторое время через мессенджер раз начался, не отвечала. И где-то, по-моему, в феврале на одной из моих письм она всё же сказала, что Алмаз, да, ваша настойчивость, давайте поговорим, встретимся. В итоге, 13 февраля 2017 года я приглашаю её, значит, поужинать и в одном из наших ресторанов, по-моему, ирландской кухни, но суть не в этом. И поверьте мне, когда я туда зашёл, а так как у меня мама работник культурообразования, она всё время там читала стихи и в 18-19-е я вживую, воочию увидел настолько прекрасную, настолько совершенную девушку, вот с утончённым, вот понимаете, вот это нужно, ну, её нужно видеть. Я дал себе слово, что я весь вечер, по крайней мере, буду молчать, потому что я не хочу испортить ощущение первого, как бы, знакомства и общения. И в нём она рассказала, что у неё есть предложение, так как, ещё раз вернусь, она в Пушкарстан вернулась в 2012 году, а событие нашего знакомства проходит в феврале 2017-го. Так вот, и она говорит, что у неё есть желание заняться более глобально вопросами гражданской защиты. И она хочет спросить совета. То есть я теряю там в зарплатах, в этих делах и так далее, но для меня это не важно. Я вот абсолютно хочу этим заниматься и хочу помочь людям. На что я говорю, что, уважаемый Лилия, если вы, для вас это важно, то я готов вас поддержать, возрядом заботиться о вас. В каких-то финансовых моментах можно не заботиться, потому что на тот период у нас, скажем так, были какие-то дружеские отношения. Но что же происходит к концу вечера? Значит, у меня время там где-то 23.55, наверное, 13 сепараля 2017 года. Всё. И я, уйдя, ну, как проводил её, потом уже еду домой, смотрю. 14 сепараля, день всех влюблёнок. Нет, думаю, Алмаза, так не пойдёт. Не нужно упускать шансы, которые даётся хоть один раз в жизни. Нужно добиться внимания и быть с ней более близким. Я приглашаю её 14 сепараля на свидание. Мы общаемся, знакомимся. И вот с этого момента можно сказать, что уже начинается то время и тот момент, с которого я, наше знакомство и дружба потом перерастает дальше и дальше с годами в крепость настоящая любовь. Итогом которого 17 апреля 2021 года создаётся семья Лилии Алмаза. Да, замечательно, замечательная история. Спасибо большое. Да, у нас, к сожалению, Зоя права время уже подходит к концу. Мне очень хочется от себя пожелать вашей семье преодолеть всё вот это, весь этот кошмар. И я верю, что вы такие оба сильные и очень неравнодушные люди, что вы, что Лилия. И я думаю, что всё будет хорошо. Хочется в это верить. За все эти годы она смогла сделать много вещей. Ребята, вы должны понимать, что наследие природы, гора Коштова, сохранена. Она смогла вместе с народом привлечь к этому внимание. Первое. Второе. В 2019 году она обратила внимание касательно того, что есть вопросы и коррупционные составляющие при закупке пиксельных ёлок. Через годы, а именно, если мы берём события уже 23-го года, и Следственный комитет, и прокуратура, и все надзорные органы возбудили уголовные дела. То есть моя супруга была права, что в деле пиксельных ёлок есть нарушение. Кроме того, когда к ней обратились люди из Шатар-Уставы или касательно строительства дома, потому что если бы эта стройка началась и разрушили бы соседние дома, это тоже признали, то есть дом не построен. Вопросы касательно того, что состояние экологии в Сибае, по её заявлению тоже это было сделано. То есть ещё раз говорю, гражданские люди и гражданская активность, которая есть, эти люди являются той твердыней, которая не позволит нам уйти в тьму. Поверьте, как бы ни было тяжело, не нужно складывать свои руки. Среди нас есть много-много потрясающих людей. К сожалению, сейчас они находятся в статусе политзаключённых и возникал совести. Но если бы даже и их не было, и как многие журналисты спрашивали, почему же вы не уехали? Отвечаю, уезд для моей супруги за границу было бы хуже тюрьмы. Это её выбор. Она искренне любит свою страну. А согласно Конституции Башкортостана, мы являемся демократическим государственным составом России. Она любит свой народ. И по крайней мере, в одном субъекте она смогла сделать многое и может многое. Я вас всех прошу, ребята, не отчаивайтесь. Как бы ни было тяжело, но свет надежды есть Лилия Чанышева, символ свободы. Спасибо большое, Алмаз, за этот замечательный рассказ о вашей супруге и ваше пожелание всем нашим слушателям не опускать руки и надеяться на то, что будет свет в конце туннеля. А вы слышали подкаст «Свещательные комнаты», и мы говорили с Алмазом Гатином, мужем бывшей руководительницы штаба Алексея Навального в Уфе, Лилии Чанышевой, той самой Лилии Чанышевой, которой несколько дней назад обвинение на суде запросило 12 лет колонии. И вполне возможно, что приговор будет провоглашен, а наш подкаст выйдет позже, чем этот приговор будет провоглашен. Мы говорили с Алмазом о удивительной Лилии Чанышевой, о том, какой она сильный, мужественный человек, и кроме того, сколько она сделала для своей республики и сколько она еще могла бы сделать, если бы ее не посадили, и о том, что вполне вероятно, что ее арест – это месть чиновников, высокопоставленных чиновников в республике Башкортостан. А вы слушайте наш подкаст на YouTube, в Apple Podcast и на других платформах. Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст «Совещательная комната», ставьте лайки, пишите комментарии. И еще у меня к вам и у Веры тоже, я думаю, такая же просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с кем бы вы хотели, чтобы мы поговорили в подкасте. Это нам важно, чтобы находить все новых и новых интересных героев. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok